Баптистская церковь спасения Баптистская церковь спасения Боже наш, мы к Тебе обращаемся во имя Иисуса Христа и благодарим Тебя, что Ты Бог наш, что Ты слышишь молитвы наши, что Ты нам даешь дыхание жизни. Хвала Тебя за все, Боже. Хвала Тебя за то, что Ты заботишься о душах наших. И мы просим милости Твоей и благословения на сегодняшнее служение, Господи. Ты благослови нас. Благослови, чтобы наше предстояние пред Тобою было благоугодным Тебе, Господи. Помоги нам в кротости и смирении принимать Слово Твое, которое Ты сегодня приготовил. Благослови также уста братьев, передать это Слово. И мы просим благослови также наших братьев, которые не с нами сегодня, Вячеславу Гуревичу, Михаилу Антоновичу. Храни их там, где они находятся, чтобы там, где они сейчас находятся, чтобы могли также принести пользу для Царствия Твоего, Господь, для поместных, церквей и братьев, сестер. Господи, благослови и сохрани каждого из нас, чтобы то Слово, которое Ты приготовил, мы могли сложить в сердца наши, как на добрую почву, чтобы никто и ничто не могли похитить это Слово. Господь, сохрани нас в Своем совершенном мире. Просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует... ПЕСНЯ 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 Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры, все пришедшие сегодня на это место, в этот дом. Я хочу сегодня вместе с вами поразмышлять над тем, что о чем фактически мы, я бы сказал бы, с самого утра многие задумываются, а может быть кто-то и не думает об этом. Мы прочитаем с вами Евангелие от Матфея, 19 глава, 16-17 стихи. Евангелие от Матфея, 19 глава, 16-17 стихи. «И вот некто, подойдя, сказал ему, учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Действительно, как мы с вами пропели только что, «Великий Бог, когда на мир смотрю я?» И этот прекрасный припев, который говорит о том, что «Тогда поет мой дух к тебе, как ты велик». Сегодня, в это утро, каждый из нас с вами проснулся. И я думаю, что, наверное, многие действительно с радостью восприняли эту весть, что мы увидели очередной новый день в нашей жизни. Я думаю, что это естественное и правильное желание для каждого человека, пришедшего на эту землю, радоваться жизни. Но многие, многие люди, тысячи людей, вполне возможно, не увидели сегодняшний день. Для них этот день закончился. Хотя миллиарды людей, мы знаем, с вами проснулись на этой земле и радуются тому, что Господь дал еще один день в их жизни. Сейчас мы с вами прочитали только что желание одного человека, который в свое время подошел к Иисусу Христу и говорит, «Что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную?» Это вполне естественное состояние для человека, для каждого живущего. Человек хочет жить. Если мы спросим сейчас, наверное, основную часть населения, хотят ли люди умирать, наверное, большинство все-таки скажет, что люди не хотят умирать. Смерть – это неестественное состояние для человека. Конечно, есть какие-то исключения, те, которые не желают оставаться на этой земле по каким-то определенным причинам, но чаще всего это связано либо с какими-то, может быть, переживаниями, или тогда, когда человек действительно понимает и осознает, что жизнь на этой земле, она временная, и он имеет возможность перейти в жизнь вечную. Тогда человек, наверное, с удовольствием и с радостью может перейти в эту жизнь вечную. И мы сейчас с вами здесь только что прочитали, человек, который задал этот вопрос, говорит, что «Что мне сделать для того, чтобы иметь жизнь вечную?» Иисус Христос отвечает ему очень ясно и коротко, и говорит, «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Другими словами, Христос говорит о том, что «Если ты хочешь иметь жизнь вечную, то ты должен исполнить то, что предлагает тебе Бог». Если мы с вами будем внимательны к тому, что говорит Писание, «И я думаю, что большинство людей, даже не только верующие, но и люди, которые не всегда, может быть, приходят на служение каждую неделю, но большинство людей все-таки понимает, что жизнь не зависит от человека. Хотя, знаете, человеческое естество, оно, к сожалению, таково, что человек хочет иметь жизнь, ищет всякие способы, ищет какие-то ситуации, варианты для того, чтобы продлить себе жизнь. Миллионы средств тратятся на то, чтобы иметь жизнь. Огромные средства тратятся на то, чтобы найти жизнь. Там, где-то на Марсе, где-то во Вселенной и так далее, люди тратят огромные средства для того, чтобы найти жизнь. И хотят иметь жизнь, хотят продлить себе жизнь. Знаете, когда-то, мы все с вами знаем хорошо эту историю, когда написано в Писании книги Иова, там рассказывается или говорится о том, что когда дьявол приходит и рассуждает с Богом об этом Иове, об этом человеке праведном, о богобоязненном, как характеризует его сам Господь, то помните такую ситуацию, когда после первого раза, когда он касается его, Иова и далее, второй раз, когда он приходит, он говорит, что кожа за кожу, а за жизнь свою, говорит, человек отдаст все. Сатана прекрасно понимает, что человек отдаст все за свою жизнь. За желание, чтобы жить, человек отдаст все. Мы с вами читаем также в Евангелии, есть история, когда к Иисусу Христу, помните, когда прикоснулась женщина, которая написана на протяжении 12 лет, человек страдала от своей болезни, и написано, что истощила все, что у нее было, потратила все свои средства, но не получила, к сожалению, того, что действительно она могла бы радоваться жизни. Она понимала, находясь в этом состоянии, в этой болезни, ее жизнь угасает. И вполне естественно, человек, состояние человека, чтобы искать это состояние или иметь уверенность в том, что человек будет жить. И вот этот молодой человек точно так же подходит к Иисусу Христу и говорит, что мне делать, чтобы иметь жизнь. И вы помните на ответ Иисуса Христа, когда Христос в дальнейшем в этом разговоре говорит ему, как и что нужно ему, что нужно сделать, знаете, к сожалению, он не понял самого главного. Я думаю, что, наверное, огромное число людей точно так же живут на этой земле. И, к сожалению, наверное, нужно сказать, что не только неверующие, но в том числе и люди верующие. Мы часто хотим жить и продлить нашу жизнь здесь, на этой земле. Но мы, к сожалению, не до конца понимаем и осознаем, что Господь нам предлагает гораздо больше. Предлагает жизнь вечную не на этой земле. Человек, да, человек хочет жить. Хочет жить вечно на этой земле. Он хочет жить, но хочет почему-то оставаться здесь, на этой земле. А Господь предлагает жизнь вечную. Знаете, в Евангелии от Иоанна мы с вами читаем в третьей главе хорошо нам известные обстоятельства или разговор, который происходит у Иисуса Христа с Никодимом. И помните, там написано в третьем стихе, третья глава в третьем стихе, там Христос говорит, когда разговаривает с Никодимом, он говорит ему, «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». И в пятом стихе, дальше сказано также, вторая половина этого стиха, «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Знаете, есть определенные условия для того, чтобы иметь жизнь вечную. Человек тратит огромные средства, человек готов отдать, казалось бы, все то, что он имеет здесь, на этой земле. Богатые люди готовы заплатить за свое здоровье, готовы платить огромные средства для того, чтобы немножко хотя бы как-то продлить жизнь, но Христос предлагает жизнь вечную. И Он говорит, что есть определенные условия, определенные условия от того, который является источником жизни. Тот, который является действительным источником жизни. И Господь говорит о том, что для того, чтобы войти в жизнь вечную, необходимо иметь рождение свыше. Мы сейчас с вами прочитали, здесь Христос говорит о том, что если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Другими словами, тот, кто не родится свыше, даже не имеет возможности увидеть эту жизнь вечную. И дальше Христос повторяет, говорит, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Знаете, это единственный критерий для того, чтобы иметь жизнь вечную. Я знаю и хочу сказать, что слава Господу, что сегодня в этом зале большое число находятся тех, которые имеют это рождение свыше. И действительно, мы с вами могли с радостью сегодня петь о том, что Господь велик. Господь велик по той причине, что жизнь, которая зависит от Бога, и мы прекрасно понимаем, что наше желание иметь эту жизнь, и мы хотим иметь эту жизнь, наше желание зависит не от того, сколько люди потратят на эти средства для того, чтобы искать или каким-то образом продлить жизнь, но от того, который дает эту жизнь. Я хочу, чтобы сейчас мы вместе с вами, склонившись на наши колени, прославили действительно того, который дал и дает нам эту жизнь. Тот, который позволил нам сегодня увидеть этот новый день. Тот, который обещает нам с вами иметь жизнь вечную. В этой же главе, в третьей главе, последнем, в 36-м стихе, здесь написаны такие слова. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни». Я хочу, чтобы сегодня эти слова прозвучали напоминанием для тех, которые имеют рождение свыше, чтобы мы помнили и заботились, что, как Христос сказал о том, что, если ты хочешь иметь жизнь, последуй за Мною, соблюди заповеди, иди за Мною, и тогда ты будешь иметь жизнь вечную. Я хочу напомнить эти слова, которые сказал только что Христос, говорит о том, что верующий в Сына имеет жизнь, а неверующий в Сына не увидит жизни. Для тех, которые, может быть, не имеют рождения свыше, дорогие друзья, сегодня Господь дает вам жизнь здесь, на этой земле, продлевает ее для того, чтобы вы использовали этот еще один шанс для того, чтобы иметь жизнь вечную. По той причине, что если мы с вами или вы не обратитесь к Нему, Господь говорит, и Писание говорит о том, что вы не увидите жизни вечной. Да будет имя Его прославлено, возвеличено, потому что Он действительно тот, который дает жизнь нам и всему живому. Аминь. Будем молиться. ПЕСНЯ 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 Воспевать тебя, воспевать тебя, святы Исраиля, святы Исраиля. Она полнется уста моих полой, Воспевать тебя, святы Исраиля, святы Исраиля. Воспевать тебя, святы Исраиля. Воспевать тебя, святы Исраиля, святы Исраиля, святы Исраиля, святы Исраиля. Иисус сказал ему, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Текст, который мы прочитали, очень хорошо нам известен. Я думаю, что мы много раз слышали с вами проповеди на подобную тематику. Я хотел бы обратить наше сегодня внимание всего лишь на одну фразу из всего прочитанного. Она записана в 10 стихе. Здесь так написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. И об этом сегодня и порассуждать. Ну а прежде несколько слов о том, что переживал наш Господь Иисус Христос. В прошлое воскресенье мы имели с вами возможность отмечать или праздновать праздник Крещения Господня. Так вот, первое событие, которое случилось в его жизни после Крещения, и перед тем, как он выйдет на официальное служение, это было искушение от дьявола. Так написано в Слове Господнем. Здесь написано, что потом или тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Очень важна истина, что Христос возведен был туда духом. Не просто сам искал себе приключений. Потому что все в Слове Господнем имеет большое значение. Когда встречаются в нашей жизни какие-то переживания, и на то есть Божья воля, то Бог дает нам определенные силы для того, чтобы перенести это искушение. Есть другая ситуация, когда христианин сам пробует свои силы или хочет померяться силами с искушением. Обычно, может быть, это больше относится к молодым людям, потому что зрелые христиане знают, что такое желание обречено на провал. И поэтому только тогда, когда Дух Святой ведет нас по этому пути, только тогда мы можем одерживать какие-то победы в нашей христианской жизни. Так в Слове Господнем и написано в Первом Послании Коринфянам, в 10 главе, в 13 стих, там сказаны такие слова. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Братья и сестры, это очень важный стих, и нам важно помнить его наизусть. Потому что рано или поздно в жизни нашей христианской встречаются различного рода искушения. Слово «искушение» имеет два понятия. Оно встречается в Слове Божьем под понятием «испытание». И когда речь идет об испытании, как, допустим, в Слове Господнем написано «искушал Бог Авраама», имеется в виду «Бог испытывал». Всякий раз, когда Бог проводит нас через подобного рода искушения, или мы говорим более правильно сказать «испытания», у Бога есть цель, чтобы мы стали лучше, чтобы мы стали чище, чтобы мы чему-то в своей жизни научились. Так это было с Авраамом. И в Слове Господнем написано, мы знаем с вами, как после этих огненных искушений, которые были в его жизни, когда нужно было принести в жертву собственного сына, «Христос однажды скажет, Авраам рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Это откровение он получил именно тогда, тогда, когда переживал подобное искушение. Мы знаем, с вами подобное искушение испытывает Иов. Это была очень тяжелая болезнь у него. И, по всей видимости, до того, как с ним это случилось, Иов думал, что он очень много знает, он понимает Бога. Но после того, как он пройдет через эти все переживания, после того, как Бог даст ему силу устоять в этих искушениях и испытаниях, Иов скажет знаменитые свои слова. Он скажет, «Я слышал о тебе с слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». То есть у него было просто поверхностное знание Бога. Но когда Бог его провел через переживания и искушения, он получил более полное понимание Бога. Он увидел, что Бог всем управляет, что у него нет ответов на те вопросы, которые задает ему Бог, что Бог владыка всей вселенной и имеет право делать все, что хочет. И то, что он делает, это всегда доброе. Потому что так написано в Слове Божьем, что воля Божия благая, угодная и совершенная. Поэтому в нашей христианской жизни нам приходится переживать различного рода переживания. И апостол Иаков описывает об этом и говорит, чтобы мы не чуждались искушений, да, потому что придется путем этим. Но он также говорит в своем послании, Иаков говорит, что Бог в искушении никто не говорит, что Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Так написано. Но каждый искушается и обольщается, увлекаясь собственной похотью. Это зависит от нас. И если мы попадаем в искушение, то, как правило, это наша проблема. Потому что Бог этого не делает. У Бога есть благая цель испытать человека, сделать его чище, сделать его святее, сделать его, как мы говорим, христоподобным, чтобы он стал еще больше на подобным Христу и не пал в искушении. Поэтому будет правильно сказать, что искушаться не грех. Мы проходим через эту жизнь, и где-то мы испытываем эти искушения. Но впадать в искушение или впустить искушение в свое сердце – это уже грех. И поэтому нам важно различать это, видеть и просить у Бога милости, чтобы не попадать в подобное искушение. Здесь хотел бы еще обратить внимание, друзья, о том, что 40 дней и 40 ночей был пост у Иисуса Христа. И мы встречаем с вами и в книгах Ветхого Завета подобное переживание или подобные моменты, когда Моисей дважды был 40 дней и 40 ночей на горе, и был полностью в посте. Хлеба не пил и воды не пил. Хлеба не ел и воды не пил. Так в Слове Господнем написано. Это же относится к Иисусу Христу. Подобные случаи мы найдем с вами, когда Илья идет в гору 40 дней и 40 ночей, тоже ничего не ел. То есть есть моменты в Священном Писании, как правило, они говорят о каком-то переживании, о чем-то таком особо серьезном. То же самое было и в жизни Господа нашего Иисуса Христа. Хочу сказать, что в этом отрывке есть вопросы, на которые нет ответов. Но я не буду их задавать и не хочу смущать вас. Хочу, чтобы все-таки мы с вами больше становились на 10 стихе. Хотелось бы еще отметить ту мысль, что нападал на нашего Господа Иисуса Христа, нападал дьявол. И это очень сильный враг, и он трижды нападал. Можете себе представить, если он решился нападать на самого Господа, на Божьего Сына, что тогда касается нас, мы тем более слабее и уязвимее. Поэтому он имеет такую силу нападать. И он нападал на Иисуса Христа, и Слово Божие говорит, называя его лжецом, называет Слово Божие его, что он человек-убийца от начала. В Евангелии Иоанна это слова Иисуса Христа, в 8 главе мы об этом читаем с вами. Также написано, что он клеветник братьев наших, в книге Откровения об этом написано. Слово Божие говорит, что он противник наш, и что он ходит, как рыкающий лев. Следует сказать, что все-таки это побежденный враг. И потому сегодня силою Божией христианин может преодолевать те искушения, в которые он может попадать, если сатана нападает на христианина. Слово Божие говорит, что иногда он имеет такую способность принимать даже вид Ангела Света. И тогда особенно трудно христианину различить его, потому что он имеет вид Ангела Света, Божьего, доброго Ангела. На самом деле это нападки самого сатаны. А теперь я хотел бы, чтобы мы обратили с вами внимание на 10 стих и о нем порассуждали. Это третье искушение, которое здесь записано, здесь так написано. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Всякий раз, когда было искушение, всякий раз Христос говорил свои эти знаменитые слова, которые концентрируют наше внимание, это слово написано. Он скажет дважды написано, а третий раз скажет, ибо написано. А прежде скажет, отойди от меня, сатана. И это концентрирует наше внимание сегодня на слове Господнем. Нам важно понять, что если Господь Иисус Христос смог отразить искушение дьявола только словами священного писания, у нас нет другого пути. Именно поэтому нам важно наполнять свое сердце и свой разум текстами слова Божия, заучивать их наизусть, чтобы в подобной ситуации, когда мы с вами попадем в какую-то трудность или в подобную ситуацию, тексты из Божьего слова могли помочь нам. Христос всякий раз говорил, написано, надо, чтобы слово Божие наполняло сердце наше. Нам нужно находить время для изучения слова Божия, чтобы этим словом Божиим наполняться, пропитываться им, чтобы в нужный момент оно оказало нам ту помощь, которую мы можем получить только от Божьего слова. Другого не дано, братья и сестры. Своими силами не одолеем. Мы не располагаем своими силами, и в духовном мире сатана намного сильнее нас. Поэтому нам нужно заручиться Божьей поддержкой, Божьей помощью, чтобы Господь помог нам преодолеть то или иное искушение. И вот здесь Христос говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Бога Твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Братья и сестры, очень глубокие слова. Христос ничего не сказал нового. Он цитирует текст из книги «Второзаконие», где написано, Господу Богу Твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Ну, следует сказать, что поклонение – это выражение почтения, обожания в адрес Бога. Слово поклонение, оно имеет как бы две стороны – внешнюю и внутреннюю. Внешняя сторона – это форма поклонения, внутренняя сторона – Христос, как бы расшифровывая ее в Евангелии от Иоанна, в беседе с Самарянкой, в 4 главе он скажет, что Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Скажу, друзья, что важна и форма поклонения, и важна и суть. Конечно же, форма без сути смысла не имеет. Но если у человека есть почтение и обожание, которое он адресует Богу, то он будет и находить необходимую форму для поклонения. Это тоже с этим связано. Потому что можно говорить об этом много, но можно оставаться сидя на молитве, можно не реагировать на то, что делает Господь в нашей жизни. Поэтому это важные моменты, которые христианин должен понимать. И когда мы начнем с вами исследовать Писание, мы найдем с вами в Ветхом Завете. И в Новом Завете, всякий раз, когда речь идет о поклонении, это, как правило, колено преклоненное, либо молитва, и поклонение до земли. Сатана и тот понимал правильно поклонение и сказал Христу, как есть слово, «Я все отдам тебе, если ты что сделаешь? Падши, поклонишься мне». Его не устраивало, если бы он просто сидел, Христос. Его устраивало бы тогда, когда он упадет перед ним, и он понимал смысл поклонения. Иногда бывает проблема, почему верующие этого не понимают, что истинное поклонение, оно подразумевает почтение, высокое почтение в адрес нашего Бога. Но, как я сказал, друзья, важно иметь в виду и суть. И что касается сути, Христос сказал «в духе и истине». Это означает, что наше поклонение должно быть духовным, тогда, когда мы соединились с Господом, когда мы стали с Ним один дух, и при наличии праведной святой жизни. Потому что так написано «в духе и истине». То есть поклонение должно быть пред Богом тогда, когда сердце чистое, когда Господь тебя очистил, и ты можешь поклониться Ему, стать перед Ним, поклониться Ему, и таким образом выразить Ему почтение свое. Если сердце загружено грехом, друзья, неважно, сколько раз ты будешь кланяться, Богом это принято не будет. Поэтому важно понять эту суть, которую Христос сказал «поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе и истине». Слово Господне говорит, концентрируя наше внимание, что есть только один тот, кому надлежит кланяться, и кому должно поклоняться, и кому должно служить. Кроме Бога нет никого другого. Единственное, кто имеет полное право, кто притязает сегодня на всю нашу любовь, на все наше служение, на все наше почитание, на все наше поклонение – это Господь Иисус Христос. Описыванные здесь искушения, которые прошел Господь, это не написанный пример для нас. Так и в Слове Божьем написано «Христос оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его». В этих текстах мы видим с вами, как Христос отдает все преимущество Богу Отцу. Он здесь полностью показывает нам, как Он поступает по отношению к Богу. «Господу Богу твоему поклоняйся», хотя Он тоже самое был тем же самым Богом. И показав таким образом нам пример, сегодня это пример для нас с вами, чтобы и мы поступали в своей жизни христианской точно так же. «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Братья и сестры, нет никого и ничего в этом мире, кто имеет такое право, как Бог, на наше с вами поклонение, на наше с вами служение, на наше с вами послушание. Никого и ничего. Только Он один. Слово Господне так и говорит. «Вы куплены дорогой ценой, вы не свои. Мы принадлежим Господу Иисусу Христу». Именно поэтому мы должны понимать с вами эту очень важную истину. Нам следует задать вопрос себе и быть искренним, когда будем отвечать на этот вопрос. «Действительно ли я в своей христианской жизни только одному Богу поклоняюсь? Действительно ли я в своей христианской жизни только одному Богу служу?» Это очень глубокая истина, потому что если мы начнем над ней рассуждать, нам нужно будет проанализировать свою жизнь. И если христианин захочет идти таким путем, объявит для себя этот путь единственно правильным, потому что Бог ожидает от нас таких решений, чтобы когда-то христианин принял решение только Богу повиноваться, только Богу одному служить. И когда мы примем с вами такое решение, братья и сестры, мы встретимся в своем сердце с тем, кто будет противиться Господу, мы с этим обязательно встретимся. Мы обязательно с вами наткнемся на крест, на крест, где должна быть распята наша плоть со страстями и похотями. И если будем внимательно исследовать, как я уже сказал, мы наткнемся с вами, что иногда мы самим себе служим, что мы себя любим. Слово Господне отрицает и говорит, только Господу Богу твоему поклоняйся, только Ему одному служить. Больше не имеешь права никому. Речь не идет даже больше о мире. Мир должен быть для нас распят, и мы для мира должны быть распяты. Но речь идет даже о нас самих, о нашем Я, о нашей греховной ветхой плоти. И поэтому Слово Господне здесь прямо и определенно говорит нам, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Обратите внимание, братья и сестры, что после того, как Христос сказал эти слова, здесь есть одиннадцатый стих. Тогда оставляет его дьявол. И все ангелы приступили и служили Ему. Это слово тогда имеет глубокое значение здесь, когда мы его читаем. Обратите внимание, именно тогда, именно после тех слов, которые сказал Христос, дьявол понял, что больше искушать Господа Иисуса Христа не имеет смысла. Он начинал как бы с пищи, потом переходил на славу, потом перешел к духовным глубоким вопросам, к вопросам поклонения. И когда он увидел, что Христос нигде не идет ни на малейшие уступки, он оставляет его. Тогда он оставляет его. В Слове Божьем в другом тексте написано до времени, но он его оставил, потому что было бессмысленно сражаться. Христос отразил все атаки сатаны словами Священного Писания написанной. И вот здесь он сказал, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Он понял, что дальнейшие попытки бесполезны. Он в сердце своем решил поклоняться только Богу. И поэтому сатана от него отошел. Следует также обратить внимание, что и ангелы именно приступили и служили Ему только после того, как Христос сказал эти слова. Это была одержана Великая Победа. Нам следует понимать, что когда речь идет о личности Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, то эта личность не принадлежит чему-то такому далеко прошедшему или далеко от нас ушедшему. Это не личность, о которой мы говорим, которая когда-то была на земле 2000 лет тому назад. Мы так иногда говорим. Но какое у нас понимание? Есть ли в нашей христианской жизни понимание реального присутствия Христа? Или это личность, которая 2000 лет когда-то в истории умерла там на кресте за меня и за тебя? Нам важно понимать, что это живая личность, которая сегодня присутствует в нашей жизни, которая имеет чувства, которая имеет определенное желание, которая хочет контактировать с нами, иметь с нами нечто общее. Это и есть Господь наш Иисус Христос. Потому что Бог Отец все отдал Ему. Ему отдан суд, Ему отдана всякая власть на небе и на земле. Он всем обладает. Он все отдал Сыну Своему за то, что Он совершил на кресте Голгофы. И поэтому сегодня от нас зависит, будем ли мы иметь эти добрые взаимоотношения с нашим Господом или нет. И нам следует ответить, действительно ли это живая личность в моей христианской жизни. Слышу ли я Его голос? Отличаю ли я Его голос от иных голосов? Что говорит Он во мне? Это важные моменты, братья и сестры. Когда последний раз в нашей христианской жизни мы слышали голос Божий? Нам важно это понимать. Бог часто говорит через проповедь. Бог часто говорит через Священное Писание, когда мы читаем Слово Божие. Бог часто отвечает нам в молитвах наших. И нам важно понимать и слышать этот голос. Это должна быть наша реальная христианская жизнь. И так здесь в Слове Господнем и написано. Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи. Друзья, никто другой, кроме Иисуса Христа, не имеет права руководить нашей жизнью. Мы уже об этом говорили с вами. Он имеет право распоряжаться нашим настоящим и нашим будущим. Христианская жизнь, она не вращается только вокруг вопросов, связанных с моралью, с вопросами добра и зла. Христианская жизнь, она заканчивается там и начинается там, где вопрос стоит между двумя волями. Моя воля и воля Божия. Там, где стоят два вопроса, мой разум и разум Божий. Вот это наша воля должна подчиниться Божьей воле. Наш разум должен подчиниться Божьему разуму. Мы должны согласиться с Его волей. Только тогда в Слове Господне может исполниться то, что здесь написано. Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи. Там, где моего я уже нет. Там, где все во всем Христос. Там, где мы согласны с Его волей. Там, где не управляем своей жизнью самостоятельно. Ведь не секрет, что часто мы берем бразды правления в наши руки и своей жизнью управляем сами. И когда видим какой-то крах, или когда мы приходим к какому-то печальному концу, мы задаем сами себе вопрос и не можем понять, почему мы туда пришли. И говорим, ну ведь на все есть воля Божия. Братья и сестры, очень часто мы сами управляем своей жизнью. И потому имеем так много в христианской жизни проблем. Поэтому нам важно научиться свою волю отдавать в руки Божьи и покориться Божьей воле. Бог ожидает от нас практических решений. И тот, кто примет такое решение практическое, покорить свою волю воле Божией, одному Господу только служить и Ему только поклоняться, как мы уже говорили, он наткнется на определенные трудности. Даже, возможно, непонимание, которое может возникнуть со стороны других верующих. Вспомните, как это было в жизни Иова, когда Иов страдал, что говорили его друзья? Они осуждали его. Они говорили о том, что ну не может быть, чтобы со святым человеком подобное что-то случилось. Ну просто такого быть не может. Значит, что-то в жизни его было. А разве не это говорили Христу, когда Он висел на кресте? Они смеялись над ним и говорили, пусть Он спасет его, если Он угодит ему. Пусть Он сойдет с креста. Это то же самое было. Братья и сестры, хочу сказать, что наши отношения с Богом имеют прямую проекцию на наши взаимоотношения с ближними. Очень хорошо эту истину освящает апостол Иоанн. От того, насколько мы имеем близкие отношения с Господом, это будет иметь прямое влияние на мое сердце, на то, как я буду общаться с братьями и сестрами, с ближними. И если в сердце есть неприязнь к какому-то христианину или к какому-то брату или сестре, если в сердце есть какое-то недовольство или зависть, или мстительность, иногда она не выражается, может быть, в чем-то таком страшном, но иногда человек сам себе говорит, ну, я ему когда-то это припомнил. То нам нужно проверить наши взаимоотношения с Иисусом Христом. Там что-то нарушено. Не может быть у христианина добрых взаимоотношений с Богом и в то же самое время не приездить к кому-то из ближних. Поэтому это имеет все взаимосвязь между собою. И в Слове Господнем так и написано, возлюби Господа Бога твоего и ближнего, как самого себя. Это важная истина. И нам важно эту истину правильно понимать. Мы живем с вами в такое время, когда очень много всего написано об Иисусе Христе. Есть много книг. Оставлено нам Евангелие. Есть много проповедей на эту тему. Есть учения. Есть богословский термин, говорящий об Иисусе Христе. Можно сказать, даже есть символ веры. Но надо признать, что нам не достает живого общения с этой личностью. И хотелось бы, чтобы после того, как я закончил свою проповедь, или, может быть, даже во время проповеди, чтобы каждый мог задать себе вопрос. Действительно ли я нуждаюсь в Иисусе Христе каждый день, каждый миг моей жизни? Действительно ли я это ощущаю всем своим сердцем? Действительно ли Христос реально присутствует в моей жизни? Он живая личность, которая сегодня и всегда со мною, от моего пробуждения до того момента, когда я ложусь спать каждый день? Или, как мы уже говорили с вами, это далекая личность, которая приходила на эту землю 2000 лет тому назад? Братья и сестры, мы утешаем друг друга словами священного писания, что Христос обязательно вернется, что Он придет за Своей церковью. И это истина. И написано, чтобы мы утешали друг друга семи словами. Но нам важно понимать, что Христос, когда ушел, Он остался здесь на земле в лице Духа Святого. Он сказал, не оставлю вас сиротами, приду к вам. И это не имелось в виду пришествие Господа нашего Христа, которого мы ожидаем, которое мы ожидаем с вами. Это случилось в день Пятидесятницы, когда в лице Духа Святого Христос опустился на эту землю и сегодня готов реально присутствовать в каждой христианской жизни. Он хочет, чтобы наше сердце наполнялось Божьим присутствием, чтобы Дух Святой мог управлять нашими сердцами, нашими жизнями. Братья и сестры, как вы думаете, какое место подобает нашему Господу Иисусу Христу в нашей жизни? Ну, смелее. Первое место, главное место. Брат Юрий какую мысль сказал? Все место. Вот где правильный ответ. Если мы на первое место поставим Христа, а там у нас еще есть пять мест, то там что мы расставим? В свете текста, который мы с вами прочитали, Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи, братья и сестры, не остается никаких других мест. И первое, и второе, и третье, все места должен занять Христос. Он претендует на это. И в этом тексте прямо написано, мы должны просто внимательно вдуматься в то, что было сказано еще тогда Моисеем. Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. У нас нет другой альтернативы, у нас никого больше нет. Мы должны Бога, нашего Господа Иисуса Христа, поставить на все места в нашем сердце. И все сердце свое отдать Ему. Я буду заканчивать свою проповедь. И так бы хотелось, чтобы это событие, которое случилось в жизни Господа нашего Иисуса Христа после крещения, когда Бог, Отец, выразил свое благоволение к Своему Сыну и громогласным голосом сказал си Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Христос одерживает эту победу, после чего выйдет на служение. Христос выйдет на служение, и служение будет победоносным. Бог благословит и нашу жизнь, тогда, когда мы примем практическое решение в нашей христианской жизни жить для Бога, повиноваться Богу, поклоняться одному Богу и Ему одному служить. Аминь. Я Тебе, Твоя церковь, 께 на исследование вошелу и сыречкой пламени, соіпись, праздник раю, ПЕСНЯ 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 Люди, посмотрите в небеса, сколько там любви, добра, спокойствия. Хочется смотреть в них без конца, миром наполняться с удовольствием. Вечером, когда все спать ложатся, взор я обращаю к небесам. Вижу, что все в жизни не напрасно, как мудра создателя рука. Небеса, хоть вечером, хоть утром, вы открыты сердцу моему. Созданы великолепно, чудно. О, хвала спасителю-творцу! Знаю, что мой Бог придет, и скоро я с Ним вместе к небу вознесусь. Там моя отчизна, там мой город, жизнь моя. И там мой Иисус. Люди, посмотрите в небеса, сколько там любви, добра, спокойствия. И примите благодать Отца. Миром Он наполнит с удовольствием. Аминь. Где ты прекрасная, светлая, ясная? Родина вечная, отчизна моя. Мысли к тебе летят, высь устремляются. В синее небо направляю я взор. А надо мною синее небо, Старикой темной летят журавли. Реки птичьи, радости много, К родине вечной возвратились они. Там, в высшеме небес, в краю безоблачном, Пасты Иисус Христос ждет лишь меня. Скоро достигну я той красоты небес, И поднимаю снова к небу глаза. А надо мною синее небо, Старикой темной летят журавли. Реки птичьи, радости много, К родине вечной возвратились они. Знаю, Спаситель мой скоро придет со мной, И белоснежную церковь возьмет. Только прошу тебя, даю стоять в пути, Чтобы без пятнышка в небо войти. Родина вечная, чистое небо, Рай мой чудесный, отчизна моя. Прями мое сердце, Свет моей юности, Друг Иисуса, отдаюсь навсегда. Родина вечная, Родина вечная, Родина вечная, Мир Божий вам, братья и сестры, искренне рад встрече с вами. И хотелось бы поблагодарить сестер за прекрасное пение. Эта благословенная мелодия, не знаю, как вам, не напомнила бескрайние просторы нашей Родины, которую мы некогда оставили, и летящие журавли в теплые края. Благословенный прообраз нашего с вами бытия. Может, действительно, нам же придется лететь в небесные края, подобно журавлям, с других полей. И дай только Бог, чтобы путь нашего журавлиного клина был направлен в небо. Я сегодня хочу продолжить те рассуждения, которые велись в прошлое воскресенье, и прочитать текст, который записан в 1 Тимофею 3, 16. Может быть, даже он читался, я еще раз его повторю. И беспрекословно великое благочестие тайна. «Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верой в мире, вознесся в славе». Это один из тех текстов, на которые можно проповедовать в течение всей жизни. И всегда найдется что-то сказать в любое время года, в любом собрании народа Божьего. Здесь в основу текста положенности заметили беспрекословно великое благочестие тайна, которая явлена Богом в Иисусе Христе для каждого из нас. «В основу величия этой тайны заложено мое и твое спасение, то, что Бог сделал для меня и для тебя». Не просто большая тайна, тайна великая. Тайна, которая состоит из многих действий, которые вмещают в себя многие действия Бога по отношению к человеку. Вот в чем ее величие. Сегодня я хочу обратить внимание на вторую состану этой тайны. Мы уже праздновали это событие, когда Бог явился во плоти рождения нашего Господа Иисуса Христа. Это действительно праздник для каждого из нас. И не только начало или конец, смотря по какому календарю мы празднуем этот праздник. Этот праздник – это праздник всей моей и твоей жизни. Второе составное или второе величие этой тайны – это то, что Бог себя оправдал в духе. Это то событие, которое мы называем крещение Господне. Есть одна прекрасная картина. Она называется «Явление Христа народу». Я не знаю, помните, кто написал эту картину? Знаменитая картина, знаменитый художник. «Явление Христа народу». Каким образом он, как он представлял это явление Христа народу? Как он понимал библейский текст и как он воплотил? Как мы с вами понимаем явление Христа народу или то, что мы говорим или празднуем крещение Господне? Если вы запомнили эту картину, там на первом плане Иоанн – креститель и тот, кто идет креститься. Именно так в своем воображении представлял Иоанн тот момент, когда Иоанн указывал рукой на идущего креститься к нему и Иисуса и сказал, что вот что, агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это действительно великое и благочестие тайна. Это то, что можно назвать открытое явление Иисуса Христа, как Сына Божия Израилю. Это действительно свидетельство Иоанна. Это не только просто то, что нужно было креститься, потому что нужно было креститься. Нет, здесь намного больше сокрыто в этом действии открытое явление Иисуса Христа, как Сына Божия Израилю, явление Иисуса Христа народу. Я выборочно почитаю с Евангелия Иоанна, с первой главы 29 по 36 стихи. Свидетельство Иоанна. «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он был явлен Израилю. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа Сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. И увидел идущего, и Иисуса сказал, «Вот агнец Божий». В том событии, которым мы в прошлое воскресенье отмечали, крещение Господне, заложено величие этой тайны благочестия именно в первую ее составную, в том, что Христос явно явил, или был явлен народу, был явлен Израилю, как Сын Божий, как агнец Божий. И свидетельство Иоанна в том, что это действительно Сын Божий, что это агнец Божий, который берет на себя грех мира, было утверждено, если можно так сказать, самим небом Отцом Небесным. Это то, что здесь написано, «Оправдал себя в духе». Мы читаем Евангелие Марка в первой главе, в десятом стихе. «И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанна, развязавшего небеса, и духа, как голубя, сходящего на него, и глаз был с небес. Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Друзья мои, заметьте, всегда, когда Христос старался утверждить какую-то истину или донести до сознания то ли учеников, то ли народа, который окружал, Он всегда повторял, истинно, истинно. На суде свидетельство двух свидетелей принималось за основу. Всегда и везде. И здесь, вот в этом моменте, как раз происходит двойное свидетельство. Первое, от Иоанна, который представил Иисуса Христа, идущего к Нему креститься, как Агнца Божия, как Сына Божия, который берет на Себя грех мира. И с неба было утверждение Отца Небесного, что это действительно так. То есть, произошло явление Иисуса Христа, как Агнца Божия, и произошло оправдание в духе Отцом Небесным, посланничество Своего Сына. И третье, на что я хотел бы обратить наше внимание вот в этом евангельском событии, это правда этого крещения, но не только этого, но потому, как это крещение положило начало дальнейшим событиям в Церкви Иисуса Христа, когда Иисус шел креститься к Иоанну, Иоанн удерживал его. Я думаю, вы даже наизусть некоторые знаете вот этот момент. И Иоанн сказал ему, что это не так. Я должен от тебя креститься, ты ли идешь от меня. Но Христос сказал, оставь. И мы читаем. Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. То есть, в моменте крещения Иисуса Христа в водах Иордана, или, скажем так, составная следующая великой благочестии, тайна – это правда крещения. Это не только был акт, но в этом акте, в этом действии была заложена правда. Это не просто было вход, вхождение в воду, выхождение из нее. Нет. В чем же составная этой правды? Что сегодня для меня и тебя говорит, вот этот момент, казалось бы, и всего Христос сказал, оставь, нам надлежит исполнить всякую правду. Друзья мои, нам нужно все-таки знать, я так понимаю, что же это за правда вот в этом действии крещения. Первое, на что хочу обратить внимание, это правда о спасении и о вхождении в церковь посредством крещения. До сегодняшних дней существует разногласия, и одни утверждают, крещение спасает, другие утверждают, крещение не спасает, и вот эти разногласия идут. Я просто иногда задаю риторический вопрос. Если крещение не спасает, зачем оно утверждено Богом? Мы должны понимать, еще костюм ценирую, что согласно Божьему плану спасения, это составная Божьего плана спасения, крещения. Если Бог и Божьи действия есть определенные по отношению к человеку в этом спасении, и это действие совершилось там, на Голгофе, то, естественно, Бог ожидает от каждого из нас встречного движения вот в этом Божьем плане спасения. Человека, или участие человека в этом Божьем плане спасения должно быть обязательным. Итак, правда о спасении и о вхождении в церковь посредством крещения. Мы читаем Марка 16 глава, известные вам слова с 15 стиха. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Это слова Господа. Господа нашего, Иисуса Христа, нашего Спасителя. Он дал это поручение великое для своих учеников. «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, Евангелие Царствия всему творению». И вот следующее то, что от человека нужно. первое, кто будет веровать. Следующий шаг какой? И креститься или креститься. И дальше идет Божье заключение или определение. Что там написано? Спасен будет. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вы верите этому? Я глубоко верю и проповедую это везде. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Есть еще вторая половина этого текста из этого из этой речи Иисуса Христа. Вы ее тоже знаете. А кто не будет веровать, что осужден будет. Никакой речи уже о крещении не идет. Крещения без веры не бывает. Но вот для тех, кто будет веровать и креститься, Господь говорит, спасен будет. А те, которые не верят, они уже не могут и креститься, они уже не могут быть и спасенными. Такова правда Божия, которая заложена в крещении. Иисус Христос сказал, я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее. И он показал на себе в своем действии, каким образом можно войти в эту церковь. Он сделал шаг, он положил себя в основании, да, апостол Павел неоднажды говорит о том, что положено, ну, одно есть основание, на котором здесь же весь дом этот, кто? Иисус Христос. Так вот, в основании церкви он положил себя следующим образом. Он крестился, то, что мы называем святым водным крещением. Именно таким образом, после Иисуса Христа на этом краеугольном камне строится церковь его. Вхождение в поместную церковь через святое водное крещение поверимы. И каждый раз, когда креститель крестит новых членов церкви, вопрос во все времена, уже на протяжении двух тысяч лет задается один и тот же. Веришь ли в Господа Иисуса Христа? И когда получен утвердительный ответ, во все услышание креститель снова говорит, по вере твоей и по повелению Господа крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. И таким образом человек на основе веры своей, принявшей Господа Иисуса Христа в свое сердце, в свою жизнь, принимает все то и водное крещение, входит в поместную церковь, которая видимая, является частью невидимой Вселенской Церкви Христовой. Других путей вхождения в Церковь Христову нету. Этот путь или это начало положил Сам Господь Иисус Христос. В этом Божья правда о спасении. Мы читаем у Деяния апостола 2 глава 41 и 47 стихи. Может нам будет было трудно как-то согласиться с тем текстом, что действительно через крещение через святое водное крещение люди присоединяются к Церкви. Итак, охотно принявшие Слово Его крестились и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви. Вот таким образом люди присоединились к Церкви или скажем таким вот образом стало явно вот это рождение Церкви Иисуса Христа. Слушали Слово Божие. Дух Святой коснулся их сердец и они обратились с вопросом мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись. И вы помните эти знаменитые слова Петра, которые он обратился с краткой, но животворящей речью к тем, которые спросили об этом. Люди приняли это верою, крестилось в один день около трех тысяч, присоединились таким образом к Церкви. А в дальнейшем это происходило в первой Церкви, я не знаю на протяжении сколько времени, но вот этот шаг происходил Господь ежедневно таким образом прилагал спасаемых в Церкви. Это правда в том, что некогда мы, приняв веру в Господа в свое сердце, согласились с определением Божьего плана спасения. Он стал как бы целью нашей жизни, и мы некогда в водах крещения дали обед верности Господу, еще раз публично открыли внутренность нашу, нашу веру признали, исповедовали Господа Иисуса Христа своим Господом, мы исповедовали нашу веру, мы исповедовали наш путь следования за Господом, приняли святое водное крещение и следуем за Господом. И еще что хотел бы обратить внимание на то, в чем правда о крещении. Вы знаете, есть моменты на страницах Евангелия или есть истины, которые не нуждаются ни в толковании, ни в других таких, а принимаются как данность. То есть, их нельзя толковать, они не подлежат толкованию, потому что в своих толкованиях мы зачастую можем ошибаться или трактовать, или толковать так, как мне кажется, или так, как лечит для нас людей. Есть несколько таких истин, моментов со стороны Писаний, которые не подлежат этим толкованиям. И одна или состанная вот, или одна из состанных этой правды, когда Христос обращался к Иоанну, о том, что нам надлежит исполнить всякую правду, то есть, всю правду, все то, что здесь сказано, это правда о крещении Духом Святым. Четыре раза на страницах Евангелия упоминается об этом. И пятый раз в Деяниях апостолов говорится о том, что четыре раза я хотел бы процитировать даже Евангелие Матфея 3.11 записано, «Я крещу вас в воде», это Иоанн говорит, «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Далее Марка 1.8 «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». Луки 3.16 мы читаем, «Я крещу вас водою, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Иоанна 1.33 «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа сходящего и пребывающий на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Это Божья правда о крещении Духом Святым. Это одна из тех истин, которая не подлежит толкованию. Четыре раза об этом сказано на страницах Писания, и пятый раз мы читаем Деяния апостолов, когда Христос при Своем Вознесении разговаривал с учениками и напомнил им эту истину и сказал «Вы будете крещены Духом Святым». Я хотел обратить наше внимание на то, что крещение Духа Святым совершается уже над человеком, который принял Господа Иисуса Христа свое сердце, совершается над спасенным человеком, который крестился Святым водным крещением, который является членом Церкви Иисуса Христа. И вот эту привилегию Бог сохранил в Своих правах крестить нас Духом Святым для определенной цели. Единственное, что признак того, о чем мы говорим в крещении Духовой Святым или исполнении, Христос сказал следующим образом, по плодам их узнаете их. Друзья мои, заканчивая вот эти краткие рассуждения о том событии, евангельском событии, которое совершилось там на берегах Иордана, в котором Христос явил эту следующую составную великое благочестие тайны. В этом событии Христос показал на себе, каким образом каждый из нас по вере приняв Иисуса Христа в свое сердце, в свою жизнь, по вере приняв святое и водное крещение, каким образом люди должны входить и будут входить в церковь, становясь ее составной, каким образом нам нужно служить и поклоняться нашему Господу в духе и истине. И пусть еще раз это евангельское событие там на берегах Иордана напомнит нам, кто положил себя в основании церкви, кто показал нам, как нам в дальнейшем действовать, кто утвердил эту истину для церкви. Пусть каждый раз, когда у нас в поместной церкви совершается святое водное крещение, будем помнить о том, что это не просто обычай, это не просто какое-то установление отцов или старцев, нет. Это Божья правда в Божьем плане спасения в отношении ко мне, к тебе, в отношении к каждому из нас. И призываю всех нас к благодарственной молитве в заключении нашего богослужебного собрания. Я бы хотел, чтобы мы еще раз поблагодарили нашего Господа за воды Иордана, в которых Он принял крещение, за отверзшиеся небеса и за Духа Святого, который снизошел на Него в виде голубя. Поблагодарим за свидетельство Иоанна, поблагодарим Иисуса Христа за Его открытие миру Израилю и нам как Спасителя Божьего и поблагодарим Отца Небесного, что голос небес от Него был, за то, что Он утвердил Своего Сына, моего Господа Иисуса Христа, моим и Твоим Спасителем. Аминь. Отец наш Небесный, мы к Тебе обращаемся во имя Иисуса Христа и благодарим Тебя, что Ты Бог наш и что Ты слышишь наши молитвы, Ты отвечаешь нам, Господь. Ты не оставил нас сиротами, хвала Тебя за это. Господи, взываем к Тебе и просим милости Твоей, Божия. Ты продолжай являть ее в каждом дне нашей жизни, сколько Ты каждым из нас продлишь. Мы не знаем, Господь, и мы знаем, что это в Твоей власти, и мы благодарны Тебе за это, Божие. И мы просим, Ты благослови и сохрани нас, чтобы на день посещения Твоего быть верными Тебе. Господи, помоги мне в этом, помоги моим братьям, сестрам, чтобы осознание своей зависимости от Тебя постоянно сопровождало нас на протяжении этой жизни. Мы просим Тебя также, Божий, Ты благослови и возвращение Михаила Антоновича с супругой, чтобы им благополучно возвратиться обратно, чтобы мы здесь могли вместе возрадоваться о спасении Твоем, Господь, который Ты даровал каждому верующему. Мы просим, Ты храни нас в руке своей, храни от всякого рода зла и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Для подробной информации о наших церковных служениях и мероприятиях посетите нас в сети интернета по адресу www.churchofsalvation.org Да благословит Вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok